Друзья, всем привет! Вы на канале МатЖТРУ. С вами Антон Воронков. Мы в магазине Центр Автомасел. Это Хабаровск. Оказывается, что гипер-мир здесь не самый большой магазин. Центр Автомасел гораздо больше по размеру, просто гигантских размерах конкретно магазины. Вот этот непосредственно, а у них тоже сеть. Поэтому здесь просто шикарнейший ассортимент. Глаза разбегаются. Я тоже хожу в течение минут 20. Ребята разрешили поснимать, поэтому давайте покажу, что есть у них. Много почковых масел представлен. Очень сильно экстрим, о которой я уже вам рассказывал. Сейчас были недавно в Беларуси, в республике. Там он тоже частенько встречается. Про этот бренд косвенно я уже рассказывал в одном из своих небольших видео. Возвращаться к нему, честно говоря, я особо не хочу. Но, тем не менее, сами видите, что он здесь есть. Таиф присутствует. Равинол. Мобил. И старый запас еще с QR-кодом, с проверочным. Кострол сетровский. Европейского кострола я пока еще не вижу. Есть все сетра. С проверочными голограммами. Шелл тоже. И старшка. Европейского шелла, наверное, только сейчас в Беларуси можно найти. В больших количествах в России пока что, к сожалению, не к сожалению, вернее, в принципе, в России он мало встречается из Европы. Но это поменяется скоро, потому что вариантов особо нет. Параллели тоже начали еще многие. Да, весь кострол сетровский еще, дилерский. Огненская продукция везде. Здесь тоже не исключение. Синтек 535-40 есть, люксы в наличии. Дженезис линейка есть, но, я так полагаю, ну что, скорее всего, мартовский или апрельский максимум. 21 год даже. Давайте посмотрим по самому ходовому. Дженезису. Джипишка. 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 Пять тридцать. Четырешка. Двадцатый аж год. Уилл-Уэй. Нефтесинтез. Технопауер расчет. маленькой Японии остатки. Эти все свежие, понятно, шел весь, да, шел еще, весь дилерский, дилерский, вернее, российский, из торжка, в Европе еще пока нет. Кстати, очень недооцененный продукт мультивайскал Мобиловский, за такие деньги мне кажется отличный вариант, тут 3700 стоит, блин, вообще просто вариант шикарный. Титан. Пойдемте ближе к Японии посмотрим, что здесь есть по японским брендам. Здесь встречается Ханата во втором магазине, это Корея, кто блендит я не знаю, я первый раз не столкнулся здесь, давайте поближе посмотрим, потом сканируем, может быть. Похоже на Хатико Ойлл, бренд, про который я делал видео, помните? Хатико Ойлл, Сеон, Равенолл, Хатико Свежий, свозу проблем нет, все возится нормально абсолютно, поможется. Наша последняя надежда и опора Хатико Зик. В Валва Линк, к сожалению, та же самая лучшая, что и в Несте, финны закрыли все полностью, ничего не возится абсолютно. Кто-то параллельный, ты его знаешь из штатов, но это совсем маленькое количество. Хава Лайн, так-свяка. Профикс этого она здесь практически, в Хаваровске. Петроканада, с ней тоже все печально, сейчас логистики нет никакой абсолютно, все продается с остатков. Продукты остались такие редкие, 0,30, 0,20, кто еще? Такуми. Как-то у нас оно подзависло немножко в последнее время, хотя здесь ценники в общем-то адекватные вполне. 540, 4100, 523, 600 вообще, 0,30, 4, 0,67, кстати, вообще ценники адекватные. 533, 734, как у нас опти в Новосибирске. А скажите, у вас давно пришел 0,20? 0,20 давно пришел, или он был у вас? 0,20 уже появился, в четырешках с ним были большие перебои, вы помните об этом. 22 год, пятый месяц, 25 число, дата производства Таре. 22 год, пятый месяц, майский, но это не только начали делать. Для России напомню, что внутри Японии Demitsu не продается. Сейчас это Apollo Station. Они переименовали бренд давно уже, как и ZS, и Shell, которые они купили уже и собственные в Apollo Station, и там бренд Apollo Station. Такие красные, черные упаковки продается вместо Demitsu. Demitsu остался только экспортный продукт. Его сейчас отправляют в Россию в основном. Покупает часто Китай. Часто покупает вообще странно азиатские другие. Пакистан покупает. В самой Японии бренд Demitsu больше, как бренд смазочных материалов, именно фасованный, не продается вообще. Даже на АЗС. И бочковые продукты в том числе. Apollo Station. Тот именно Apollo, который раньше был только в дизельном варианте, сейчас они переименовали полностью. Об этом у нас еще будет отдельное видео большое, поэтому не будем сейчас затрагивать эту тему полностью. Что-то еще эксклюзивный у вас есть по-японски. TCL по датам. Давайте посмотрим по какой-нибудь входовой позиции. 0,20 например. 22-й год, 5-й месяц, 23-й число таро. Свежая поставка. Уже после мая везенная 5-30. Тара произведена в 22-м году, 5-м месяц, 6-го числа. Тоже майские поставки. Это о чем говорит нам? О том, что TCL по маленечку возится. Я думаю, что она возится через Корею. Обезьяна здесь есть тоже. Ноус. Тоже этот бренд затрагивали, сами помните немножко. Частичный супротек даже. Наши рукодельцы. Так, Молли Грин. Напомню, ЭКТ Корпорейшн они не отказывались от работы с Россией. Все нормально. У вас с первого года правда баночка. Это гибрид. Давайте посмотрим еще не ходовое премиум. Который Black. Премиум просто пал, вернее, 22-го года. Ну, на грани тех событий, короче говоря, всем известных. Ну, вывозит сразу помаленьку. Молли Грин. Может я свежую уже партию видел тоже. Castle наш. Стоит в том числе и четырехлитровые литровые канистры. Варити. Варити, я понимаю, из остатков продается. 19-й год. Ну, и Castle, соответственно, тоже полагаю, что конец 21-го года, скорее всего. А 21-й год. 20-й год. 20-й год. По кассу все наладится, не переживайте. Проблема сейчас решается с этим. Думаю, что в течение нескольких месяцев решится. Макс Фактори Орбита. Про него я тоже рассказывал уже вам. Хоть какой-то эксклюзив. Макс Фактори Орбита. Макс Фактори Орбита. Как интересный продукт, где здесь и три. Макс Фактори Орбита. Макс Фактори Орбита. Проверим, если к случаю. Макс Фактори Орбита. Макс Фактори Орбита. По Nissan тоже все окей. В общем можно резюмировать. Центр Автомасева это однозначно самый крупный магазин Хабаровский по ассортименту и по размеру. Прямо тоже рядом с ним не стоял. Все продукты оригинальные. Абсолютно ассортимент очень широкий. Представлены продукты в принципе достаточно ходовые, которые встречаются у нас в Сибири. Эксклюзива особого я здесь не вижу. Почему-то Экстримы здесь очень много продается. Не знаю, что это связано как бы. Вот мы с вами сейчас проходим по ряду, где продаются антифризы. ОК-ОК есть антифриз. Давайте покажу. Напомню, что ОК-ОК продается в Японии повсеместно, как TSL также. Поэтому можно смело покупать.